МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, сдаётся, усё для экспедиции приготовила и ничего не забыла. О, привитание, сябры! Доброго ранка, усим глядачам, доброго ранка! Привитание, Кася! Привитание, привитание и пакуль! Кася, а ты что, зараз некуда исти хочешь? Ага, только спочатку лететь на самолёте, а уже потом исти. Ты у поход собралась? У морскую экспедицию по доследованию флоры и фауны Чёрного мора. Значит, на корабли плыть будешь? Не плыть, а исти. Так усе мараки кажуть. Бу корабельной, яке я попрошуся, будя исти по намечанным курсам. А не просто так плыть, а бы куды. А ли по правилах той, что рухается у води, Кася, плавает? Лесик, ты меня не облытый со своими правилами. Я хочу говорить, як усе мараки говорить. И корабельной, кем я сбираюсь отправиться у экспедиции, будя исти по море. И усё тут. Ну, добра-добра, не закипай, як чайник. Лепш, скажи, ты про Чёрное море что ведаешь? Что-что? Что я, ну, чёрное. А ли на самой справе вода у меня чёрная, облакитная и солёная. А чёму яху так назвали, ведаешь? И які там живёлы ёсть, а рослины які, а? Ну, прачапюсь, я клепучка. Я у экспедиции про усё дознаюся. Кася, Лесик Майя Рацин, ты зуси не подрихтованная да подороже. А, и ты туды ж, дарынка. Просто перш, чем некуда отправиться, необходно выучить маршрут. На что звернуть увагу, чаго-тикого застирагаться. Так и подороже тяковей пройдя, и небеспеки ніякой не сдарится. Ну, уговорили. Давайте, вучите меня. Тады я зараз цікавую информацию про Чёрная Мора пошукаю, а вы с детками мультик поглядите. Вось твой помощник, Лесичек. Дякуй, дарынка. А мы глядим мультфильм «Сябры». Эх, я дома добра, коли у кожного есть дом. Так, может, Кася, ты передумала у морское подороже отправляться? Не, не передумала. И перед соправдным подорожем готова послухать тое, что ты расскажешь про Чёрная Мора, разумник. Ну, добра, слухайте. Вось шмат, кого цікавить, пытальне, чому Мора отримала мінавіта такую назву Чёрная. И нас я на цікавить. Иснує шмат меркавання у нагэты кон. Одны лечат, что Мора так названо за великой колькості там сероводорода. А при чым тут сероводород? Йон, калі трапляя на жалезные речи, покрывая їх чорным налетом. Значит, якоры и ланцуги, які мораки поднимают с глубины Чёрного Мора, становятся чорными? Правильно, Дарына. А по другой версии, такую назву Мора отримала за штормом, подчас яких кольор воды здаётся чорным. О, мне другая версия здаётся больше прудоподобной. На огол Чёрная Мора у минулого разные назвы имела. Наприклад? Наприклад, греки ранее называли Мора «понт Аксинский», что значыць «не гостинная». Потом назва Мора змянилася на «понт Эвксинская», что перекладаецца як «гостинная». Правильно, Кася. А индейские племёны дали Мору имя Тимарон. Иранцы – Ахшаэна. У старожитной Руси амальдо шоснадцатого стагодзе Мора называли «скиевским». Что, на Чарноморском узбережье ранее жили скифы? Менавито так. Археологи и до гэта лютых местинок знаходят шмат артефактов и скарбов старожитных скифов. Ой, як тякава. А на дне Мора, видать, так само можно корабли со скарбами отшукать. Их там шмат, Кася. Тады, я обовязково скафандра у Марако попрошу и на глубиню Мора спушуся. Можа, який затонул и корабелью бачу и скарб там знайду. Кася, ты ж хотела флору и фауну доследовать. А одно другому не першкаджай, я так лечу. А вы чули, что Чорная Мора ночью инши раз можа светиться? Я чула. Гэта светится водрасте, яке выделяюсь фосфор. А фосфор, як вя дома, светится. Такую зьяву можно убачить у конца лета. Эх, шкода, что лето уже пройшло. Лисик, а с дельфинами у Чорной Моры я смогу убачиться? Вя дома зможешь. Там состракаются три виды дельфинов. Азолка, якую называют инакш морской свинкой, белобочка и афалина. Белобочка и афалина занесены у Червоную книгу. А у 2020 годзе у Чорной Моры был знайден дельфин-альбинос. Ян, што, увесь белый? Так. И по словах в учоных, таки экземпляр сустракается редко. Один раз у семь годов. А яшча, яке незвычайные жывёлы водятся у Чорной Моры? Знаёмтеся, морский дракончик. Вельми небеспечная рыбина, якая выделяя от руту. Ой, запомню, як яна выглядая. Ах, это морский кот. Скат с ядовитыми шипами. Он так само може быть небеспечным для туристов, як я плаваючи в Чорной Моры. Ай, бррр. Яго запомню. А акул-то можно сустрець? У водах Чорного Мора живе один вид акул – катран. Акула гэтае довольно пужливая, и тому не подплывая близко до берега. Але тым, хто заплывая далёка, треба быть уважливыми при сустрече с гэты рыбиной. Правильно. Акула-катран на шпинным плавняку мае ядовитый шип. При гэтым по своих померах рыбина вырастанья больше одного метра удовженю. Невеликое, але застерогаться ей неабходно. А ясчэ на Чорноморскім узбережже ёсць ядовітыя павуки. Ой, 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 ой. А легенды якія небудь? Про Чорное Моры можеш рассказать нам, Лесик? Я дома. Чорное Мора загадкавае і містычная. Про яго складзі нашмат легенд. Так, напрыклад, легенда про карадахскага змея. Ой, і што за змей такі? Па словах ты, хто яго бачу, гэта чорная істота з вялізной паща і грывай, огроменными зубами і кепчурами некалі плавала па моры з невірягоднай худкостю, а пярэджуваючу навык худкоходныя корабли. Стоп! Ні ке ты жахи, рассказывайш, Лесик? Ха! Мусець спеціяльна, каб я падарожа на Чорное Моро адмовілася. Зосім не, Кася. Просто я тебе па пярэджуваю. Каб ты была астярожной ў сваёй експідіцій. Ну, добра. Я абяцаю, што буду астярожной. А зараз штось і расхвалявалася. Давайте мультфильм паглядзім і зупакоімся. Давайте мультфильмся, бры! Гэта я спыніла мультфильм. Протяг якого паглядзім хрэху пазні. А зараз, зараз я хачу вам сказаць, што можыць радуваць. Я перадумала. Перадумала на Чорное Моро ляці? Ага. А як же маршка експідіція па вылучэнні флоры і фауны, Кася? Ну, я выросила, што спочатку повинна усіх живёл і птушек нашій родной Беларусі вимучить, познайомиться з ями особисто, а уже потім... Вось і добра. А то я вчера кажучи, за тебе вельми хвалявалася. Эх, это я, Кася, наполохав своими страшилками про Чорное Моро. Тому я на і перадумала. Скажеш нет? Не скажу. Я с абрауды круху забоялась, а лишь правду вам сказала. А не так я кто из альць з мультика? Да, Рэджа, давайте поглядзім про цяк яго історію. За довольненнім. Глядзіці, заяц баяка ў мультику што? Што? Заяц сам поверыв, што стал самым смелым ў лесі, і перастаў баяцца. А гэта што значыць? Што? Што? Што, што, коли ма ўнешто моцна поверим, яно може на самой справе здейсниться. Я гэта запомню. Лесик, а саправданная зайца, не з мультиков, не боязливця ж? Я дома не до рынка. Заяц ніякі не боязливець, як лишать многие. Ё настярожны. А гэта сгодіціся розныя речі. А сярожными нам зайцам необходно бэть. У нас жа нема ни острых кепчуров, ни страшных клыкум. Тому і приходіца зайцам інші раз ратовацца ўтякайджі з усіх лав. Гэта зразумела. Ну, а зараз, дзяўчынки, час наші программы заканчваецца. Развитваемся? Сябры, мя хай день сёнішні будзі цікавым і насыцчаным. А я шо сёнішнім і весёлым. А мы зустрэнімся як заусёды зранку. У нашым добраранку! Каб знов зародіць вас добрым настроем на увесь день. А ў гэты мы, спеціялисты. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Казахстан